МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Девятилетний Саша пришел на праздник с родителями и младшей сестрой. Мальчик узнал об оружии дружинников, поучаствовал в боях мешками и потешных боях. На празднике проводов зимы меч и щит он берет в руки уже третий год подряд. Нравится. Мечи крутые, щиты. Ну, щиты, чтобы легче чуть-чуть были, и так очень круто будет. На Масленицу на территории Пушкинского заповедника в деревне Захарова приехал и житель Одинцова, певец Денис Майданов. Вместе с женой Натальей он прогулялся по праздничной площадке. А добрались супруги до Захарова на масленичном поезде с белорусского вокзала. Мы сейчас ехали в этой электричке, где музыканты, частушки, наши ветераны, активное долголетие, блины. Ну, то есть, наверное, это самый веселый поезд за последнее время, который я видел. А приехав сюда, очень много активности может найти каждый человек для всей семьи. Мы и звонили в колокола, и фотографировались с какими-то чертиками, да, какими-то эпическими персонажами. Ходили на лыжах четверных, ну и много-много другого. Ну, настоящее воскресенье, настоящий праздник. На Захаровской поляне масленица проходит уже в 22-й раз и стала одной из главных площадок Подмосковья. Глава муниципалитета Андрей Иванов считает этот праздник серьезной визитной карточкой для округа. Гостей около 15 тысяч. Для обеспечения их безопасности приняты серьезные меры. Дежурят медики, пожарные и полиция. Вход только через металлодетектор. Для создания настроения насыщенная культурная и развлекательная программа для всей семьи, а также ярмарка. В центре, внимание, конечно, ярмарка. Более ста фермеров Подмосковья из других территорий Российской Федерации приехали, чтобы накормить здесь людей, показать свою продукцию, что-то продать, где-то похвалиться своими успехами. Ярмарка, как вы видите, она переполнена. Всем очень нравится и очень высокого качества. А изюминкой и главной звездой праздника стала народная артистка России Надежда Бабкина. Вместе со своим ансамблем «Русская песня» она выступила перед гостями с обширной музыкальной программой, создав уникальную атмосферу русской традиционности, масленичных гуляний и весеннего праздника. Масленицу в Одинцовском округе провожали не только в усадьбе Захарова, но и в Звенигороде, окружных парках на двух площадках в Одинцове. И весеннему настроению не помешал даже небольшой снег. Мне кажется, все удалось. Всех поздравляю, пользуясь этой возможности, поздравляю с праздником, с масленицей, с прощенным воскресеньем. Всем добра, благополучия и здоровья. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.